МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правило 15 минут поможет сохранить мир в семье, поможет каждому почувствовать себя важным и значимым. Что же это за волшебный метод? Об этом знает семья Моховых. Наша семья состоит из пяти девочек. Моя старшая дочь Варвара, средняя дочь София и младшая дочерь Елизавета и Василиса. Ну и я их мама Маша. Мама Маша пригласила нас прогуляться в соляном саду. Девчонки смотрелись в красивом парке, очень гармонично и держались друг друга. Но вот легко ли выстроить такие дружные отношения? Расскажите нам, легко ли мамой быть? Мамой быть – это вообще великое счастье. Да, это не легко. Бывают трудности, бывают сложности. Но вот это счастье, иметь где так, это, наверное, перекрывает все вот эти какие-то моменты, которые не нравятся нам. У нас есть правило, называется 15 минут. Каждые 15 минут, когда я прихожу с работы, я ложусь сразу же, я ложусь прямо в одежде, не переодеваюсь, ложусь и ложу 15 минут. Меня никто не трогает, и дети этого знают. Всегда так было. Потом я встаю, переодеваюсь и начинаю заниматься домашними делами. И у каждой из девочек тоже есть 15 минут моего времени каждый день. И знаете, вот эти 15 минут, когда без гаджетов, без телефонов, вообще без всего, только один на один 15 минут, этого хватает вполне для того, чтобы услышать друг друга и понять. И вот бывает такое, что не успеваешь или еще что-нибудь. В 15 минут очень легко найти, это даже, например, едешь в машине, в школу везешь или на дополнительные какие-то занятия везешь. Василиса и Лиза двойняшки. Правило 15 минут как нельзя лучше подходит в этой ситуации. Возраст один, вроде бы, и интересы одни, но каждая личность. Это очень сложно находить, у нее вообще язык. Она приятная очень. И она живет, и мы живем в одной комнате. Нам дали всегда подарки на двоих. И мы спим на двухъярусной кровати. Несмотря на это, Лиза признается, сестру очень любит. Девочки воспитываются в одной семье от одних родителей, но, тем не менее, они все разные, говорит мама. Лиза, например, она прекрасный исполнитель. И вот украшение нашего общества женского. Ну, в смысле, что украшение, она очень нежная, добрая. Она может танцевать, петь. Ну, то есть вот такая, да. Василиса, она у нас, боже, за справедливость очень жуткая. То есть, если что-то она где-то видит, что-то не так, несправедливо, она будет до последнего добиваться, чтобы было именно справедливо. Но Соня у нас тоже большая трудяга. И на нее как-то так выпало, что и нагрузка больше физическая. То есть, она занималась у нас спортом профессионально. Она учится в музыкальной школе уже 7 лет, да. И она своим трудом добивает, ну, достигает хороших результатов. Старшая Варя, например, прекрасный организатор. И в поход всех соберет, и праздник устроит, и если требуется, с девочками поможет. Все равно каких-то и обязанностей больше, и маме помогать как-то. Ну, у меня получается не то чтобы лучше, больше возможностей помогать маме. Девочки, они все сами уже взрослые, самостоятельные. Все равно им нужна какая-то помощь, там, заплестись, например. Или они иногда просят помочь, выбрать им одежду, например, на какое-то мероприятие. Вот, мама иногда, когда сама собирается, просит, ну, чтобы там, она, например, Василису, я Лизу собираю, чтобы так было. У каждой девочки есть любимая игрушка. Их они взяли на нашу прогулку. Соня, расскажи, что это за игрушка, и чем она тебе дорога? У меня это осел, зовут его Остин. Назвали мы его в честь, мы всей семьей играем в игру, вот, и там надо обустраивать дом, вот. Вот, и главный там Остин, вот его зовут. Вот он назван в честь Остина. Игрушка дорога, она очень давно со мной, наверное, от бабушки, вот, и поэтому всегда со мной везде, постоянно. Говорить на камеру девчонкам приходится не каждый день. Именно игрушки помогли справиться с волнением. Это еще один совет для родителей. Мы любим особо, когда вот, например, мы ездим во всякие путешествия, особенно у нас есть такая, как, традиция. Мы каждую зиму ездим в аквапарк с семьей. И мы вместе там проводим время, и еще мы любим ездить в путешествия именно по Вологодской области. Моховы советуют и вечерние посиделки. Собраться, обсудить, что произошло за день. В школе, с друзьями, а может, кто-то загрустил. Такие разговоры помогают сблизиться. Каждый в результате знает, какие бы проблемы ни встретились на пути, близкие помогут тебе в их решении.